всем привет меня зовут лила сергеевна джахадзе снова мы сегодня с вами на канале беременности роды подписывайтесь пожалуйста на канал будет еще много интересного также подписывайтесь на instagram труджин вот тут вот будет ссылочка и сегодня мы с вами будем говорить про мифы мифы вокруг беременности и вокруг родов надо сказать что мифы эти нам пришли из интернета мы специально провели некоторым мониторинг того что пишет в блогах каких-то форумах и что вообще обсуждается и какие наиболее частые вопросы возникают у женщины что из этого можно отнести к мифам я буду читать и буду комментировать и так первый миф который обратил моё на себя внимание это такой околоплодные воды всегда отходит внезапно и в большом количестве но надо сказать то что на самом деле мы сейчас будем говорить про доношенную беременность околоплодную воду действительно могут отойти внезапно иногда женщина может спать проснуться а вокруг неё или под ней определенное количество жидкости прозрачной иногда розоватый если есть примеси шеечных выделений это околоплодные воды иногда вы просто ходите гуляете и произошел такой характерный щелчок иногда даже женщина его слышит и полились околоплодные воды их достаточно много обильно они льются по ногам очень часто и вы точно понимать что это околоплодные воды и не всегда конечно же это сопровождаются какими-то тянущими или сходкообразными болями иногда это просто абсолютно безболезненные ощущения не сопровождающиеся даже тонусом матки вы просто понимать что воды излились а дальше уже в зависимости от ситуации кстати у нас есть видео на эту тему как мы дальше ведем какая тактика при дородовом излитии вот зависимости от разной клинической ситуации и какую тактику мы можем выбрать но далеко не всегда так бывает во первых есть ситуации когда околоплодных вод не так уж и много и тогда мы не можем ожидать что будут изливаться воды прям таком большом количестве это может быть достаточно умеренное количество жидких выделений и может быть первая порция она будет чуть больше а дальше будут какие-то выделения которые не всегда женщина может расценить все-таки воды это или нет часто вы можете позвонить врачу и сказать что вот у меня такие-то такие-то симптомы и доктор вам задают вопросы наводящие и не всегда вы точно можете сформулировать все-таки воды это или нет на что здесь нужно обратить внимание понятно что если вот не так много было изначально то и вытечь они могут небольшом количестве но если уж нарушилась целостность плодного пузыря то подтекание будут продолжаться то есть околоплодные воды будут по чуть-чуть подтекать при изменении положения тела если вы долго лежали и встали либо если все-таки матка начала приходить в тонус то при каждом сокращении тоже будут подтекать чуть-чуть жидкости и это будет говорить в пользу того что все-таки это не шеечные выделения не какие-то влагалищные а все-таки это околоплодные воды второй момент на который нужно обратить внимание иногда бывает ситуация когда плодный пузырь скрылся не по центру и тогда много воды сливается а это высокий боковой разрыв плодного пузыря где-то наверху образовалась дырочка дефект с которой вытекают воды но они тоже будут подтекать не постоянно тоже будет подтекать порциями и возможно не в очень большом количестве но тем не менее в доношенном сроке нарушение целостности плодного пузыря ситуация которая требует обратить того чтобы вы обратились в родильный дом и дальше в общем то мы должны уже сориентироваться как когда уже начнутся роды когда начнутся схватки чтобы не получить инфекционное осложнение так вот вот при высоком боковом разрыве плодного пузыря выделения жидкие будут такие же примерно как при маловоде когда вот не очень много тоже это будут периодические подтекания жидковатые выделения при изменении положения тела и тем не менее ты излите вот хоть и небольшом количестве что делать тогда когда непонятно воды это или не вода здесь конечно два выхода первый это обратиться в родильный дом чтобы уже доктор вас осмотрел провел определенные тесты в том числе тест на определение подтекания вод и уже ответил на вопрос воды ли это или нет ну и вторая ситуация если вам не хочется ехать в родильный дом или есть какие-то весомые причины почему вы не можете обратиться в медицинское учреждение вы можете приобрести прокладку для определения подтекания околоплодных вод который поменяет цвет и скажет вам о том что те выделения которые вас есть это все таки околоплодные воды но и в общем то в домашних условиях вы тоже можете провести тест на наличие компонентов околоплодных вод в выделениях но нужно тогда уж либо посоветовать с врачом как это правильно делать либо посчитать очень внимательные инструкцию ничего сложного в этом нет нужно соблюсти определенные правила чтобы не получить ложно положительные или ложно отрицательные результаты и так околоплодные воды когда изливаются большинство своем это достаточно легко понять действительно чаще всего их достаточно много они продолжаются эти выделения и внешне они прям похожи на воды поэтому сложно их чем-то спутать но есть ситуации некоторые когда не так уж и легко бывает распознать подтекание воды когда у женщины обращаются в родильное отделение при сборе анамнеза более тщательно оказывается что у нее уже день или два текут воды поэтому если есть сомнения либо обратитесь к врачу либо слушайте нас и следуйте тем советам которые мы вам даем с использованием тестов то для определения околоплодных вод следующий миф который тоже привлек мое внимание это если отошла пробка значит начались роды и конечно это вовсе не так как лапу пробка такие густые желеобразные слизистые выделения могут отходить и за неделю до родов иногда даже и за большее количество дней до родов а иногда могут вообще не отходить и роды начнутся без отхождения пробки пробка уже будут в процессе родов отходить поэтому если у вас начала отходить пробка это говорит только лишь о том что у вас начались предвестники или продолжились если до этого были какие-то тянущие нерегулярно сходка образные боли и продолжились предвестники родов это вовсе не повод обращаться к врачу или не повод ехать в родильный дом это повод просто лишний раз подтвердить что срок у вас доношенный и вы мы надеемся что вскоре вступите в роды пробка может быть с прожилками крови такого бордового бурого цвета достаточно густой иногда жидковатый но не жидкой как воды а такая вот слизисто жидкой это все варианты разные пробки кстати есть еще один миф который говорит о том что если отошла пробка и начала отходить то больше жить половой жизнью нельзя это тоже вовсе не так во время предвестников родов а отхождение пробки это просто один из компонентов предвестников родов вы можете продолжить жить половой жизнью если нет на каких-то особых указаний врача который вам это запрещает дальше какой у нас следующий миф во время родов всегда испытываешь сильную боль которую невозможно терпеть у нас есть отдельная передача про ощущение интенсивные во время родов про не медикаментозное обезболивание и медикаментозные кстати обезболивания в родах и вообще что это такое но кратко сегодня сейчас хочу сказать что конечно нужно понимать что роды это всегда интенсивное ощущение сначала они определенной интенсивности возможно не такой сильной потом они нарастают интенсивность нарастает частота схваток нарастает длительность их нарастает и это нужно понимать не стоит ждать того что если вдруг вы где-то занимались каких-то курсах вас научили дышать то вы правильно выполняете техники дыхания вдруг вообще избежите любых ощущений будете себя чувствовать очень очень расслабленно поспите проснетесь у вас на руках ребенка конечно такого не будет и наверное не должно быть если мы сейчас не говорим про пятые роды когда очень уж быстро это все происходит и женщина в общем максимально к этому подготовлено если это первые даже вторые роды да и третьи роды это интенсивное ощущение это понятно и даже если вас обезболили тоже вы можете испытывать определенные достаточно интенсивное ощущение к этому тоже нужно быть готовым просто убирается вот это вот верхушка выраженный болевой синдром но при этом какие-то ощущения остаются но с другой стороны наш организм женский организм он очень хорошо понимает и знает и умеет как справляться с этими ощущениями потому что он рожает испокон веков это наше основное основная функция женского организма поэтому очень тщательно включаются механизмы самообезболивания и женщина вполне может справиться и в 70 процентах случаев считается что именно не медикаментозные методы обезболивания максимальное расслабление женщины и вот это вот разрешение своему организму самообезболиться дает возможно женщине вообще не использовать медикаментозных методов обезболивания поэтому до роды это интенсивное ощущение но это вообще не значит что мы всегда должны использовать медикаментозные методы вполне может быть так что вы с этими ощущениями очень успешно справитесь и родите комфортно хоть и достаточно интенсивно что касается следующего мифа которое тоже связано с болевыми ощущениями звучит этот миф так естественный род это больнее чем кесарево сечение но наверное те кто меня много смотрит и слушает вы знаете что я максимально за естественные роды в тех случаях когда возможны эти роды и малыш и мама находится в безопасности и если роды возможно через естественно родовые пути при такой про таких условиях что и для мамы для малыша это безопасно то конечно нужно рожать самой нужно рожать естественно и кесарево сечение по желанию просто потому что вы боитесь болевых ощущений на сегодняшний день но это наверное больше от незнания нежели от того что это действительно как-то может быть полезно понятно что есть какие-то ситуации в которых вы можете выбрать метод родоразрешения потому что есть группа женщин у которых роды высокого риска например тазовое предлежание роды с рубцом на матке рода при многоплодной беременности и здесь безусловно нужно очень тщательно подходить к отбору тех пациента которые все живут с такими ситуациями могут рожать через естественно родовые пути очень важно с ними проговаривать метод родоразрешения спрашивать мнение учитывать это мнение потому что это особые случаи когда же мы говорим просто про народы вот без таких отягощений то еще раз повторюсь то что если роды возможны и безопасны то нужно чтобы эти роды прошли через естественно родовые пути конечно наверное в какой-то степени когда эта операция кесарево сечения когда обезболивание сразу происходит операция естественно потом проходит под анестезией достаточно сильный и женщина ничего не испытывает то кажется что действительно кесарево сечение это не так больно как естественно роды но все почему-то забываю то что есть послеродовый период и после кесарево сечения конечно восстанавливается намного сложнее я сейчас не говорю о том что кесарево сечение такая жуткая операция что потом очень долго все восстанавливаются что это вот прям какая-то чуть ли не я не знаю какой-то бич и вот мне месяцами женщина лежат конечно нет мы научились сейчас оперировать восстанавливать этих женщин они достаточно активны в очень близкое время от после операции они они ухаживают за детьми но тем не менее это восстановление после полосной операции которая не так уж и просто дается после естественных родов женщина как правило очень быстро приходит себя и в общем то после родовом то периоде она вполне осознает плюсы родов через естественно родовые пути но и потом кесарево сечение это полосная операция со всеми вытекающими отсюда осложнениями и связанными с оперативным вмешательством и связанными с с логическими пособиями это конечно не идеальный вариант рождения для малыша это конечно отдаленные возможные последствия для мамы и в том числе осложнения для следующей беременности для следующих последующих родов поэтому здесь всегда нужно взвешивать все аспекты все за и против и оперировать безосновательно это конечно и небезопасно и самое главное абсолютно не оправданно ни по каким аспектам и здесь плюсов найти очень очень мало возможно да если вы даже сторонник оперативных родов всегда взвешивайте все за и против следующий миф если роды затянулись надо стимулировать вот это написано в мифах в интернете я поэтому и читаю это как миф но здесь наверное все таки это больше похоже на правду нежели на них с одной стороны действительно если мы видим слабость родовой деятельности первичную или вторичную то конечно если нет противопоказаний и мама и малыш себя чувствуют хорошо хорошие хорошее состояние ребенка по данным ктг то мы должны предлагать и нет противопоказаний каких-то мы должны предлагать стимуляцию рода стимуляцию путем введения окситоцина и это абсолютно не миф это абсолютно правда это дает возможность женщины родить через естественно родовые пути в той ситуации когда у нас роды затянулись развилась настоящая слабость с другой стороны очень важно чтобы диагноз слабости был выставлен правильно это не то что вы просто рожаете чуть медленнее чем вам бы хотелось ли хотелось бы врачу это совершенно четкие критерии когда мы выставляем слабость если диагноз правильно выставлен туда стимуляция здесь оправдана под определенными наблюдениям с определенными правилами с объяснением женщине зачем это делается и как мы это делаем и какие есть риски и так далее и и для чего мы это делаем что все-таки мы до хотим дать шанс народу через естественно родовые пути но диагноз должен быть выставлен действительно правильно и с соблюдением временных рамок причем для диагноза первичная слабость это одним критерием для вторичной слабости другие критерии и здесь действительно очень важно чтобы мы с вами не поторопились чтобы мы не поставили диагноз слабости там где ты слабость не то просто есть какие-то индивидуальные темпы родов для этой женщины вот в таких ситуациях лучше дать шанс женщине все-таки рожать в том возможно чуть замедленном темпе но и и который все-таки позволяет проводить роды через естественно родовые пути без стимуляции нежели мы будем проводить вот такую вот стимуляцию несколько преждевременно поэтому если все-таки есть слабость то конечно стимуляции нужно соблюдением всех правил ее проведения и оценки плода если же это все-таки еще не слабость а какой-то вот индивидуальный скажем так темп для женщины то лучше подождать и убедиться что формируется слабость и только после этого проводить роды стимуляцию это будет безопаснее прежде всего для ребенка следующий миф который звучит как миф это федральная анестезия увеличивает вероятность кесарево сечения здесь тоже нужно как бы наверное разделить до некоторые моменты если следовать по данным последних исследований по клиническим рекомендациям не только нашим но и зарубежным считается что эпидуральная анестезия это золотой стандарт медикаментозный медикаментозного обезболивания родов который не влияет на существенно не влияет на чистоту братские соосечения на чистоту дистресса плода или каких-то других осложнений но при этом описано что действительно может увеличиваться длительность второго периода родов то есть периоды родов после полного открытия до момента рождения плода в реальности же мы конечно наверное в какой-то степени видим что вот это затягивание второго периода с одной стороны как-то вот это вот затянувшийся второй период больше и больше начинает как-то вот нервировать что ли врача ему хочется несколько убыстрить этот период не хватает в какой-то степени терпения в какой-то степени кажется что уже формируется слабость и это увеличивает вероятность того что будет проведена рода стимуляция и сама по себе потом рода стимуляция может увеличить риски того что будет дистресс плода и будет операция кесарево сечения с другой стороны вот это затянувшийся второй период родов действительно может перейти в слабость если мы не проводим стимуляцию или она невозможна или она неэффективна это тоже может увеличить риски того что это эти роды в итоге закончится путем операции кесарево сечения или например путем наложения до вакуум экстрактора и вот тоже будут оперативные роды только влагалищные поэтому с одной стороны действительно можно говорить о том что при определенных ситуациях может быть не в большом проценте случаев но не сама по себе эпидуральная анестезия а то что вызываются этой эпидуральной анестезии несколько затягивания родов и потом это может перейти все плавно в слабость родовой деятельности или в стимуляцию который последующем вызовет дистресс плода измерения характера сердечной деятельности и изменения на ктг вот это конечно опосредованно может увеличивать в какой-то степени частоту кесарево сечения но и наверное в какой-то степени может повлиять эпидуральная анестезия ну например на состояние матери снизить давление и опосредованно через маму вызвать измерения сердечной деятельности уплата что тоже в общем то будет служить показанием к операции кесарево сечения в какой-то степени да это правильное утверждение но все-таки это очень маленький процент и еще раз повторюсь то что эпидуральная анестезия самобезопасный метод медикаментозного обезболивания который требуется примерно в 20-30 процентах случаях во всех остальных случаях роды могут быть проведены без медикаментозного обезболивания вполне успешно и когда она требуется то в общем то наверное ее нужно выбрать и в большинстве своем это не приведет каким-то осложнениям и тотального увеличения частоты кесарево сечения тоже мы наблюдать не можем в какой-то степени да но несущественно повторные роды проходят легче чем первые ну конечно тоже не знаю почему это отнесено в разряд мифов потому что в большинстве своем вторые роды действительно проходят легче быстрее и проще чем первые большинстве своем конечно мы не можем говорить про все роды разные бывают на давать повторную роду даже тяжелее чем первое но все-таки большинство из них действительно легче с третьими родами сложнее третье рода иногда бывает намного непредсказуемые и даже дольше и как-то неоднозначнее чем первое вот почему то есть них такая особенность но вторые роды действительно легче легче потому что быстрее открывается шейка легче потому что одновременно с раскрытием уже шейки матки начинает опускаться головка падает с это головное предлежание а при первых родах сначала происходит полное открытие только потом продвигается голова то есть многие моменты которые говорят о том что это будет и быстрее и легче и проще для женщины поэтому наверное это все таки больше правда чем миф на этом на сегодня с мифами наверное закончим их на самом деле очень много и может быть мы даже сделаем постоянную рубрику про мифы во время беременности и родов так что слушайте нас читайте будет много много интересного подписывайтесь на канал подписывайтесь на труджин и до новых встреч а